Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 15 сентября, и давайте посмотрим, с чем у нас заканчивается текущая торговая неделя. Начнем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар вчера доходила до минимальных значений в области 1.1838. Сегодня с утра уже торгуемся вблизи закрытия вчерашнего торгового дня и отмечу то, что в закрытии произошло выше открытия. Поэтому закрепление выше максимальных значений четверга, это отметка 1.1921, уже может нас вернуть к покупкам по данному активу с целями движения в область 1.2087. На текущий момент, пока мы торгуемся ниже данного уровня, тенденция на ослабление, то есть коррекционное движение нисходящее остается в Сирии. Пара британских фунтов, американский доллар набирает обороты, продолжает укрепляться. Сейчас вот мы видим, уже торгуемся в область 1.3432, максимальное значение на текущий момент. Вчера были попытки подойти к минимуму 13 сентября, но фактического закрепления не произошло, поэтому все осталось в рамках той тенденции, которая была и отмечена ранее. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление британского фунта по отношению к американскому доллару остается также в приоритете. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера доходила до минимальных значений в области 79.54. Закрылись также выше открытия и на текущий момент важным уровнем сопротивления является область 80.16, закрепление за которым уже также нас может вернуть к покупкам по данному инструменту. Напомню, сейчас тенденция идет нисходящая, но она является коррекционной в рамках уже более крупного тренда. Поэтому завершение коррекции мы можем увидеть после обновления максимальных значений, которые мы видели вчера. Пара американский доллар, японская и иена практически такая же история. Вчера доходили до максимальных значений в области 111.04. К концу торговой сессии опустились вниз и сегодня с утра уже доходили до отметки 109.54. Поэтому на текущий момент уже началась формироваться тенденция нисходящая по данному активу с целями движения в область 107.33. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет уйти выше максимальных значений вчерашней торговой сессии, а именно отметка 101.05. То есть это именно тот уровень, где имеет смысл устанавливать стоп-лосс для сделок на продажу. Пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент также корректируется, торгуется вблизи минимальных значений вчерашней торговой сессии. И точно такая же ситуация. Уход ниже данного уровня возвращает нас уже к продажам с целями движения в область 1.20.60. Поэтому будем отслеживать пробитие и закрепление за уровнем минимальным значений, которое мы видели вчера. В свою очередь уход выше максимума четверга вернет нас к коррекционному восходящему движению по данному активу. Пара евро-фунт продолжает снижаться, тенденция на ослабление сохраняется. Британский фунт этому способствует и на текущий момент тенденция идет уже точно так же по нисходящей. Ближайший разворотный уровень располагается на максимальной значениях, которые были вчера. Это отметка 90.36. Уход выше данного уровня возвращает нас к покупкам по данному активу. А пока торгуемся ниже, тенденция на ослабление остается в приоритете. Золото также вчера закрылось уже выше открытия, показав локальный минимум. И на текущий момент важным уровнем сопротивления является область 1.334 доллара за тройскую унцию, максимум который был 13 сентября. Закрепление выше данного уровня возвращает нас к покупкам по золоту и в свою очередь цель движения по данному восходящему тренду будет область 1.360 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает укрепляться. Вчера также доходили до максимальных значений в области 56.05. На текущий момент важный уровень поддержки находится в области минимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 54.99. Закрепление ниже данного уровня возвращает нас к продажам по нефтемарке Brent. Ну и индекс DAX. Здесь фактически ничего не меняется. Уже несколько торговых сессий. Есть верхняя граница от области 12.560. Нижняя граница 12.470. Пока идет торговля в боковике. Хотя основное направление пока остается в приоритете восходящее. По крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 12.479. Это минимум, который был зафиксирован 13 сентября. Пробой области сопротивления, то есть максимальное значение, которое мы видели на эту неделю, скажет нам о продолжении восходящего тренда по данному активу. В свою очередь уход ниже области поддержки возвращает нас к продажам по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под этим видео. Если вам оно понравилось, то обязательно ставьте лайк. И увидимся уже на следующей неделе. Напоминаю, каждый понедельник в 19.30 мы проводим большой вебинар, на котором разбираем более подробно каждый из инструментов, где я также отвечаю на ваши вопросы. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания.